здравствуйте дорогие друзья меня зовут татьяна и я приветствую вас на канале мир детских увлечений предлагаю вам подписаться на мой канал чтобы вы могли первыми видеть видео мастер-классов которые для вас готовлю а сегодня мы с вами займемся плетением 3d фигурки бананчиком для этого нам понадобятся желтые коричневые резинки из инструмента нам понадобится станок две полосы которого закреплены с пропуском центральной части и все отверстия смотрят в правую сторону все отверстия столбиков также нам понадобится крючок обратите внимание мой крючок приобрел вот такой чехол я его сделала сама и сейчас в левом углу своего экрана вы видите ссылочку нажав на которую вы можете узнать как это делается это делается очень просто и работать таким крючком достаточно легко и приятно начнем работу начнем плетение берем коричневую резиночку и набрасываем на 4 столбиком вот таким образом теперь я должна сформировать внешние петли вокруг каждого столбика вот таким образом захватывая и обвожу резиночку вокруг столбика аккуратненько вот так вот такая формочка у меня получилось опускаю все петелечки снова надеваю коричневую резинку нижний слой резиночек я перебрасываю внутрь станочка между столбиками а верхний слой коричневых резиночек я оставляю на столбиках и обязательно опускаю чтобы не путались слои наши слои резиночек вот такая фигурка у меня получилось снова набрасываю коричневую резинку снова перебрасываю нижний слой внутрь станочка верхний слой остается на столбиках вот таким образом теперь я набрасываю желтую резиночку и снова перебрасываю внутрь все резиночки нижнего слоя вот таким образом теперь я беру две желтые резиночки и одновременно набрасываю их на все четыре столбика нижний слой резиночек то есть по одной петельки я перебрасываю внутрь станочка и опускаю наш слой теперь я беру желтую резиночку и набрасываю на два столбика дальнего ряда снова желтую резиночку набрасываю на каждый из двух столбиков ближнего и дальнего ряда и и последнюю в этом слое резиночку желтого цвета я набрасываю на два столбика ближнего ряда вот такая формочка у меня получилось теперь я перебрасываю резиночки нижнего слоя верхний слой остается на столбиках опускаю так теперь снова повторяем ту же те же действия и еще раз таким образом мы прошли три слоя из по две резиночки так теперь внимание мы будем делать слой который расширительный слой будет мы переходим от работы на четырех столбиков к работе на 6 столбиков продолжая набрасываем резиночки в том же порядке как и раньше по одной резиночки на два противоположные столбика вот таким образом и набросили теперь мы перебрасываем как обычно нижний слой резиночек внутрь нашего станочка но теперь внимание с крайнего правого столбика ближнего ряда мы аккуратно снимаем резиночки и перебрасываем на соседний столбик в ближнем ряду вот с этого на этот теперь наша задача состоит в том чтобы резиночку которая пришла с вот этого столбика перебросить на этот вот мы снимаем резиночку смотрим откуда она пришла мы видим по натяжению что она пришла с этого столбика мы перебрасываем ее на дальний столбик столбик в дальнем ряду то же самое мы сделаем и с резиночкой с этого столбика вот я нет эта резиночка пришла отсюда значит нам нужно снять вот эту резиночку вот таким образом мы снимаем проверяем что наша резиночка пришла отсюда и перебрасываем ее на средний столбик вот такая теперь у нас конструкция опускаем наши резиночки все на нижний слой и продолжаем набрасывать как обычно на два столбика по периметру периметру по периметру наших столбиков вот таким образом теперь все 100 все нижние петелечки мы захватываем и перебрасываем внутрь нашего станочка таких рядов мы выполним 44 слоя 4 раза мы наденем резиночки и перебросим внутрь станочка нижние слои а верхние оставим на столбиках итак пройдя четыре слоя на шести столбиках мы с вами видим что у нас уже начинает формироваться форма похожая на бананчик теперь мы подходим к тому моменту когда нам нужно сужать наш бананчик показываю как мы будем это делать выбираем один столбик я выбираю правый в ближнем ряду снимаю верхнюю резиночку с него и смотрю откуда пришла эта резиночка я вижу что она пришла с этого столбика значит я перебрасываю ее на этот который близлежащий с другой стороны от центрального который я выбрала следующую резиночку соответственно я перебрасываю на вот этот столбик теперь я выбираю самый левый столбик в дальнем ряду то же самое снимаю резиночку смотрю откуда она пришла вижу что она пришла отсюда значит я перебрасываю на вот этот столбик следующую резиночку соответственно перебрасываю сюда теперь я набрасываю обычное обычный слой резинок желтых вот таким образом на попарные столбики и перебрасывая внутрь все петельки нижнего слоя то есть даже те петельки которые мы перебросили с других столбиков вот таким образом вот таким образом вот такая форма у нас получается мы снова перешли от 6 столбиков к 4 теперь мы должны перейти от 4 к 2 столбикам и закончить плетение теперь я выбираю крайний левый столбик в ближнем ряду я снимаю одну резиночку и смотрю откуда же она к нам пришла я вижу что она пришла с этого столбика значит я перебрасываю ее на противоположный следующую петельку соответственно я переброшу на ближний на столбик ближнего ряда то же самое делаем с крайним правым столбиком в дальнем ряду снимаем петельку и смотрим откуда она пришла она пришла с этого столбика ближнего ряда значит мы перебрасываем ее на столбик дальнего ряда а вторую петельку с этого столбика перебрасываем на столбик ближнего ряда вот такая форма у нас получается теперь прежде чем мы наденем следующие резиночки я советую вам наполнить наш бананчик для этого я возьму желтые резинки их понадобится совсем немного вот таким вот образом я расширяю наш бананчик как мешочек и просто просовываю туда желтые резиночки немного желтых резиночек чтобы он держал форму он будет гораздо лучше смотреться если он будет наполнен им вот теперь опускаем все резиночки которые находятся на наших столбиках на нижний слой чтобы мы не спутали и набрасываем две резиночки желтые на столбики весь нижний слой перебрасываем внутрь нашего станочка теперь я беру две коричневые резинки и набрасываю на эти столбики а желтые перебрасываю внутрь между столбиками и так повторяю три раза две коричневые резинки набрасываю нижний слой перебрасываем внутрь наш бананчик готов к снятию обе петли с обоих столбиков все петли мы снимаем на крючок и петли дальнего ряда продеваем сквозь петли ближнего ряда вот так вот таким образом теперь смотрим что у нас получилось вот наш бананчик мы немножечко его подправим придадим ему нашу желаемую форму внутри него резиночки мы помним поэтому мы можем его вот так вот выкрутить так как нам нужно что же делать с вот этими резиночками проводим крючок между петелек захватываем крайние петли и и втягиваем их внутрь нашего бананчика формируем нужную нам форму вот такой бананчик у нас получился если вам понравился этот видео мастер-класс я предлагаю вам ставить пальцы вверх подписываться на мой канал именно в таком случае вы сможете первыми видеть видео мастер-классов которые я для вас готовлю а сейчас в левом нижнем углу вы можете видеть ссылочку на подобный видео мастер-класс по плетению клубнички всего вам наилучшего же наконец-то не 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 который вас мастер-класс